Слово похвальное первое о святом мученике Романе. Опять память мучеников и опять праздник и духовное торжество. Они страдали и мы радуемся, они подвязались и мы веселимся. Их венец и слава общая, или лучшая слава всей церкви. Как же скажешь это может быть? Так что мученики суть нашей части и члены. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Первое Коринфян 12.26 Венчается голова и остальное тело веселится. Один делается победителем на Олимпийских играх. И весь народ радуется и принимает его с великою похвалою. Если же на Олимпийских играх получают такое удовольствие те, которые нисколько не участвовали в трудах, то тем более это может быть при подвижниках благочестия. Мы ноги, а мученики голова. Но не может голова сказать ногам, вы мне не нужны. Прославлены члены, но превосходство славы не отчуждает их от союза с остальными частями. Тогда особенно они и славны, когда не отклоняются от союза с нами. Так и глаз, будучи светлее всего остального тела, тогда сохраняет свойственную ему славу, когда они отделяются от остального тела. И что я говорю о мучениках? Если владыка их не устыдился быть нашою главою, то тем более они не стыдятся быть нашими членами, потому что в них корененая любовь. А любовь обычно соединяет и связывает разделенные и не слишком разбирает достоинства. Поэтому, как они сострадают нам в грехах наших, так мы радуемся с ними, их подвигам. Так и Павел повелел делать, сказав, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Риминам 12.15 Но плакать с плачущими нетрудно, а радоваться с радующимися не очень легко. Мы легче сострадаем находящимся в несчастьях, нежели сорадуемся благоденствующим. Там самое свойство несчастья достаточно для того, чтобы подвинуть к состраданию и камень. А здесь, при благосостоянии, зависть и недоброжелательство не дозволяют не очень любомудрому быть участником удовольствия. Подлинно. Как любовь соединяет и связывает разделенное, так зависть разделяет соединенное. Поэтому прошу, будем стараться сорадоваться благоденствующим, чтобы очистить свою душу от зависти и недоброжелательства. Ничто так не отгоняет эту тяжкую и трудноизлечимую болезнь, как сорадование живущим добродетельно. Послушай, как Павел высок в том и в другом отношении. Кто, говорит, он изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Не сказал и я не печалюсь, но и я не воспламенялся бы. Желаю своим воспламенением представить нам напряженность в своей скорби. И еще в другом послании говорит, вы уже царствуете без нас. О, если бы вы действительно царствовали, чтобы и нам можно было царствовать с вами. 1 Коринфянам 4,8. И еще, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. 1 Коринфянам 3,8. Смотри, как вожделенно было для него благоденствие братьей. Он даже не считал себя живущим, если они не спасаются. Человек, восхищенный до третьего неба, вознесенный в рай, участвовавший в неизреченных тайнах и получивший такое дерзновение пред Богом, не очень чувствовал эти блага, если не видел и братьей, спасающимися вместе с ним. Он знал, верно знал, что ничто не больше любви и не равно ей, даже самое мученичество, которое есть верховное из всех благ. А каким образом? Послушай. Любовь и без мученичества делает учениками Христа, а мученичество без любви не могло бы сделать этого. Откуда это видно? Из самых слов Христа он говорит. «Посему узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13,35. Вот любовь без мученичества делает учениками. А что мученичество без любви не только не делает учениками, но и не приносит никакой пользы тому, кто терпит. Послушай Павла, который говорит. «Если предам и тело мое наслажение, а любви не имеют, то нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13,3, 652. «Потому особенно я люблю этого святого, собравшего нас сегодня, блаженного Романа, что вместе с мученичеством он явил великую любовь, поэтому и был отсечен ему святой язык. Подлинно, не излишне исследовать и то, почему не повел его дьявол на истязание, казнь и мучение, но отрезал ему язык. Он сделал это не напрасно, а с большим лукавством. Ведь это зверь коварный и делает и воздвигает все против нашего спасения. Исследуем же, для чего он решился на стечение языка, но поведем речь несколько выше. Таким образом мы узнаем и Божие человеколюбие, и терпение мученика, и злобу дьявола. Опознав Божие человеколюбие, возблагодарим Господа, узнав терпение мученика. Будем подражать подобному нам рабу. Поняв же злобу дьявола, будем отвращаться этого врага. Для того Бог и дал нам разуметь козни его, чтобы возненавидеть его более. Мы удобнее могли победить его. А чтобы можно узнавать замысл его, послушай, что говорит Павел о прелюбодеи. В послании к коринфянам он говорит так. «И потому прошу вас оказать ему любовь, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 2 Коринфян 2.8.11 Что же за причина, по которой он отсек мученику язык? Позвольте мне начать рассказ несколько выше. Жестокая война некогда была возбуждена против церквей. Не варвары делали набеги на города и не какие-либо иноземцы. Но сами те, которые, по-видимому, были предстоятелями нашей вселенной, поступали с подчиненными суровее и свирепее всех варваров, врагов и тиранов. Не свобода только отечества, имущество и настоящая жизнь тогда были в опасности, но царство небесное и уготованное благо, и бессмертная жизнь, и исповедание Христова. Придуман был некоторый новый способ пленения. Не издешнего города изгоняли, но старались лишить Вышнего и Иерусалима свободного, и принуждали каждого принести в жертву душу на жертвенниках, отречься, склятывая от своего Господа, подчиниться тирании бесов, служить губителям и врагам нашего спасения бесам, чтобы было тягостней и несносней тысяч смертей и всякой гиены для душ Христолюбивых. Тогда-то, когда многие были потопляемы, и буря усиливалась, и многие терпели кораблекрушение, этот блаженный роман, пройдя в среду их, рассудил не тотчас предать самого себе опасности, но наперед устрашенных, упавших духом, предающих собственное свое спасение, собрал, ободрил и приготовил к новой борьбе, упавших восстановляя, а стоявших укрепляя молитвами и увещаниями и советами, много любомудрствия о будущих и настоящих вещах, доказывая, что эти временны, а те вечны. Противопоставляя трудам воздаяния, истязаниям венцы, страданиям награды, научая, какова жизнь настоящая, настоящая, какова будущее, и сколь велико различие между тою и другою. И что умереть нужно во всяком случае, если не таким образом окончим мы жизнь, то во всяком случае по необходимому закону природы, спустя немного времени расстанемся с этими телами. Такими и подобными этому увещаниями он укреплял ослабевшие руки, утверждал колено расслабленное, возвращал беглецов, отгонял страх, удалял уныние, внушал бодрость, делал вместо боязливых отважными, вместо серн и лани львами, дышащими великою силою, устроял воинство Христова, обращал наш стыд на голову врагов. Поэтому дьявол, увидев, что вдруг произошла перемена, и что те, которые вчера и третьего дня страшились его и трепетали, теперь смеются над ним и действуют смело, выступают против опасности, кидается на мучение и, узнав виновника, оставил всех и, наконец, весь дышал гневом на него, двигая против этой блаженной главы всю свою силу и неистовство. И что он делает? Посмотрите на злобу его. Он не повел мученика на истязание, не отсек ему головы, потому что прошедшее время научило его, что все это было напрасно и тщетно. Это не только не прекращало ревности верующих, но еще более напрягало ее, делало ее и более сильной, и более горячей. Я, говорит, подстилал горячие уголья, а они шли как бы на розы. Зажигал огонь, и они бросались как бы в источники прохладных вод. Скоблил ребра, прорезал глубокие борозы и изводил потоки крови, а они красовались, как бы осыпанные со всех сторон золотом. Я низвергал стремнин и погружал в море, а они как будто не в пропасть нисходя, но восходя на самое небо, в таком были состоянии восхищения и восторга. И как бы ликуя на священном торжестве и играя на зеленеющем лугу, так бросался каждый из них на мучения, как будто принимали они не мучения, но весенние цветы и получали венцы, и избытком своей ревности предупреждали мои мучения. Что же, говорит, теперь нужно делать? Отсекули ему голову, но произойдет то, чего он желает, и ученики получат больше увещания через дела его. Так, как он навещивал, что смерть мучеников есть не смерть, но жизнь, не имеющая конца, что ради нее особенно надо терпеть все, и что должно презирать смерть. Итак, если я отсеку голову, и он перенесет это мужественно, то делами еще яснее научит их, что так должно презирать смерть, еще более ободрит их души, и, скончавшись, вдохнет в них еще большую ревность. Поэтому он отсек ему язык. Чтобы ученики мученика, лишившись голоса, которым наслаждались, оставшись без совета и без увещания, сделались более робкими и вновь пришли в прежнем ныне, не имея того, кто одушевлял их, возбуждал и вооружал. 654. И посмотри на злобу дьявола. Ирод отсек голову Иоанна, а этот не голову, а только язык. Почему? По великой злобе и жестокости. Если, говорит, я отсеку голову, и он умрет, отойдет, не видя гибели своих братьев, а я хочу поставить его свидетелем падения и несчастья собственных его воинов, чтобы он томился мукой, видя падающих, но не имея возможности подать им руку и не будучи в состоянии, предлагать советы, как прежде, так как голос пропадает вместе с языком, но уловляет мудрых в лукавстве их, обратил эти ухищрения на его голову. Дьявол не только не лишил их совета, но и сделал то, что они получили большее увещание и стали пользоваться более духовным наставлением. Когда он настоял на этом, то призывается, наконец, для отсечения врач и делается палачом вместо врача, не исправляя больной член, а повреждая здоровый. Но исторгнув язык, он не смог исторгнуть вместе с ним и голос. Язык телесный был отсечен, а язык благодати прилетел в уста блаженного. Природа лишилась своего члена, будучи принуждена к тому железом, а благодать не допустила, чтобы вместе был потерян и голос. Почему ученики и стали пользоваться более духовным наставлением, слушая не человеческий голос, как прежде, но некоторые божественные и духовные, и высшие нашей природы. И все стекали сверху ангелы и снизу люди. Каждый желая видеть уста без языка и слышать того, кто так говорил. Так было чудно и необычайно, что уста говорили без языка, принося дьяволу много стыда, а мученику много славы. Ученикам же великое утешение и побуждение к терпению. Таково обыкновение у Бога из древля и с самого начала. То, что дьявол замыслит против нас, он обращает на его голову и устрояет к нашему спасению. Смотри, тот изгнал человека из рая, а Бог открыл ему небо. Тот лишил его владычества земного, а Бог дал ему царство небесное и поместил наше естество на царском престоле. Так всегда он дает благо больше тех, какие дьявол старается отнять. А делает он это для того, чтобы заставить его быть медленнее в кознях против нас, а нас научить никогда не бояться его ухищрений, как и здесь случилось с мучеником. Дьявол надеялся лишить его голоса, а Бог даровал ему гораздо лучший и превосходнейший, потому что ни одно и то же было говорить с языком и без языка. То было дело естественное и общее для всех, а это сверхъестественное и принадлежащее только ему одному. Если бы даже мученик остался безгласным по отсечению языка, и тогда у него выполнены были бы все условия борьбы, иренец был бы готов, потому что величайшим поражением дьявола и ясным доказательством его было самое отсечение языка. Если ты скверный и всескверный, не боялся языка, то для чего ты отсек его? Для чего ты не оставил орудие борьбы, но затворил ресталище? Как если бы кто желает соседаться в борьбе, но получив тяжкие раны и, наконец, не в состоянии, будучи противиться, приказал отрубить руки противнику и таким образом стал бить его, то не нужно было бы другого доказательства для того, чтобы присудить победу тому, у кого отрублены руки? Так точно и в отношении к мученику. Отсечение языка было яснейшим из всех доказательств победы над дьяволом. Хотя язык был смертен, но так как он наносил дьяволу бессмертные раны, то поэтому дьявол весь и дышал гневом против него, подвергая самого себя большему посрамлению, а мученику доставляя светлейший венец. Потому что, как удивительно, видеть дерево без корня и реку без источника, так и голос без языка. 655. Где теперь те, которые не веруют в воскресение тел? Вот голос и умер, и воскрес. И в одно мгновение времени произошло то и другое. Это даже гораздо больше воскресения тел, потому что там естество тел остается, а разрушается только их сочетание. А здесь самое основание голоса было истреблено, и однако он опять стал еще более светлым. Если ты отнимешь от флейты дульца, этот инструмент будет потом бесполезным. Но не такова флейта духовная, напротив. Даже лишенная языка, она не только не была безгласной, но и издавала песнь еще более благозвучную и таинственную, и более с изумительным искусством. Так же и от цитры, если кто отнимет только кольцо, то праздник становится художник, бесполезное искусство, инструмент никуда не годен. А здесь ничего такого, но все напротив. Цитры были уста, кольцом язык, художником душа, искусством исповедания. И хотя отниметно было кольцо, то есть язык, однако ни художник, ни искусство, ни инструмент не сделали бесполезными. Но все показали свойственную им силу. Кто сделал это? Кто показал такие чудные и необычайные дела? Бог, который один творит чудеса, о котором говорит Давид. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Но тогда из уст младенцев и сосущих, а теперь из уст безязычных. Тогда природа не созревшая, а теперь уста лишенная языка. Тогда в детях был корень нежный, но плод совершенный. А здесь самый корень был истреблен, и это не препятствовало рождению плода, так как плод языка, голос. Позднейшие чудеса удивительны прежними. Дабы мы не отказались верить этим чудесам, для этого им предшествовали те, чтобы мы не смущались последними, приучив ум наш к прежним. И для того совершились новые чудеса, чтобы тем сокрытым и давним мы верили при помощи явных и бывших недавно. Так некогда и Жеза Ларона произрастил, как теперь произрастили уста мученика. Но почему тогда произрастил Жеза Ларона? Потому что бесчестили священника. Почему же теперь произрастили уста мученика? Потому что хулили великого архиерея Иисуса Христа. Посмотри, какое сродство в чуде и превосходство! Как тот Жезал, не будучи соединен с корнем и не извлекая влаги из земли, лишенной доставляемого ей питания и потерявшей плодородную силу, вдруг показал плод. Так точно и здесь голос, послешившись корня и не имея сил от этого орудия, вдруг произрос в устах сухих и бесплодных. В этом сродство, а в другом превосходство, потому что великое различие между тем и другим плодом. Тот был чувственный, а этот духовный. И самые небеса открывал он тому, кто издавал тогда этот голос. Будем о всем этом радоваться вместе с мучеником. Будем прославлять Бога, совершившего такие чудеса. Будем подражать терпению подобного нам раба, возблагодарим владыку за его благодать, примем в сказанном достаточное утешение, в искушениях, изумляясь в могуществу создавшего нас Бога и его попечению. Будем представлять все нужное от нас и потребное от него непременно последует. Хотя бы люди, хотя бы бесы, хотя бы сам дьявол поражал нас, ни в чем не успеет враждующий против нас. Только бы мы оказывали собственную ревность и представляли все, что должно представлять от нас. Таким образом, мы и здесь приобретем помощь Божию и в будущей жизни получим великую славу и спасение, которого досподобимся всем и благодати и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, честь и держава во веки веков. Аминь.